всем привет вы слышите и видите лёшу халецкого то есть меня это обращение к моим подписчикам я давно планировал это сделать записать такое видео вот у меня даже видите тут список всяких вопросов которые надо обсудить вообще планировал это сделать когда будет 500 подписчиков 50 видео и 50000 просмотров но у меня уже почти больше 650 подписчиков вот к 60 тысячам просмотры приближаются я только сейчас записываю вот такой я слов бог уж извините в общем много всяких вопросов у меня задают к моим видео которые не относятся к играм которые я показываю и поэтому я решил вот записать это видео которое только к подписчикам людям которые постоянно смотрят мои видео относятся то есть к вам и она про то как следует дальше развиваться моему каналу раз вы на него подписаны то у вас есть законное право решать и просить от меня как бы вы хотите какие бы вы хотели видео в общем вот видите мне тут много подпунктов я вам буду задавать вопросы рассказывать и надеюсь что в комментариях вы мне дадите ответы значит первый пункт по поводу которого я бы хотел с вами поговорить почему надо меня рекламировать дело в том что в комментариях когда еще только начинал делать видео мне писали вот хорошие у тебя видео поменьше бы только самой рекламы очень интересный конечно вопрос поменьше самой рекламы интересно и как же и как бы вы тогда узнавали о моих видео это как телепатическая связь должна быть я просто не понимаю давайте вот размышлять логически вот я вообще считаю любой человек который занимается творчеством и в данном случае вот создание таких стратегий вот видео там про xcom и так далее тоже творчество мы возьмем любой даже там музыкантов поэтов кого угодно они создают какой-то продукт они кто-то сочиняет что-то дело и они мое твердое убеждение они должны донести этот продукт и до своего слушателя не до всех вообще вокруг потому что не может быть что то что нравится вообще всем 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 а именно донести до своего слушателя до своего зрителя до своего читателя и это делается рекламой там сарафанным радио как угодно и вот смотрите например я записываю стратегии побед в игру цивилизация 5 естественно я хочу чтобы его их смотрели те люди которым это интересно так как же мне до них добраться без сама рекламы без настойчивого размещения видео где где только можно и так далее если вы сделаете поиск на youtube даже просто на youtube мы не будем там на google ходить или на яндекс по цивилизации то моих видео не будет в первом будут опять же те же летсплей и так далее так вот чтобы добраться до моих зрителей до которым именно это видео интересно я и прошу вас его тоже реклами то есть я его рекламирую размещаю там на форумах каких-то на сайтах вконтакте и так далее но я же не могу охватить много мест меня ограниченные ресурсы ограниченные возможности поэтому вы как мои подписчики люди люди которым это тоже интересно вам достаточно даже не надо вот написать на форуме вот какой классный чувак зайдите посмотрите его видео даже не надо этого просто просто разместить видео в каком-то другом месте там у себя на стене то есть я считаю что люди в большинстве своем умны им достаточно просто запустить видео и они сами поймут нужно им подписываться на меня или нет рядом кого-то призывать подписаться мне достаточно что человек увидит видео и он сам для себя решит надо на меня подписываться или не надо но для этого он должен сначала увидеть видео увидеть то есть мне надо как-то пробиться к своим зрителям вот именно поэтому идет самореклама почему-то которых почему-то она раздражает меня я просто если у вас есть какой-то другой способ добираться до зрителя то вы мне его расскажите пожалуйста им воспользуюсь но я же не могу вот просто завести канал размещать на нем видео и и и что и как как в зритель меня найдет тогда никак только благодаря моим подписчикам вот например у меня довольно долго не было видео про цивилизацию потому что я сначала занимался x-ком то есть другими играми там the walking dead заканчивал проходить потом я ждал когда патч выйдет для цивилизации чтобы на старом патче это не делать и мне начали приходить комментарии давай когда уже видео про циву когда ты уже его выпустишь вот если бы люди потратили эту энергию выпрашивание у меня нового видео на то чтобы отрекламировать мой канал и как же не рекламировать канал даже просто разместить у себя где-то мое видео я бы намного быстрее наверное сделал видео потому что я бы видел что у меня очень быстро прибывают подписчики и хотят нового видео про цивилизацию я благодарен тем кто вот там рекламируют меня не берет вот я рассказал всем своим друзьям о твоем видео это то это тоже замечательно это такое сарафанное радио но тоже замечательно работает но размещение моего видео еще где-то она более полезно потому что первых поисковики индексирует что она где-то еще размещено до ссылки на меня индексируются и так далее ну лайки естественно ставьте к видео это тоже как-то влияет я я правда не знаю как вот идет ранжирование там в поиске каким образом вылазят какие-то видео наверх а какие-то нет но вот я знаю что лайки влияют там размещение видео в других местах вот у меня есть там статистика по моему каналу и там пишут сколько раз поделились мои видео сколько там добавлено в избранные вот и поэтому еще раз повторюсь что обращаюсь к своим подписчикам как поклонникам которые хотели бы чтобы больше было интересных видео чтобы они рекламировали мой канал и мои видео опять же это не требует каких-то больших усилий вот смотрите даже просто если зайти на какое-либо видео на его страницу здесь уже есть есть кнопочки поделиться видите для фейсбука для твиттера для гугл плюс для вконтакте у меня тут нет у вас будет вконтакте если вы в россии находитесь в блогер отправить то есть вам достаточно нажать и все и ссылка на видео пошла вам надо даже что-то писать там какой я типа классный чувак или я классный чувак но не надо там посмотрите обязательно канал человек сам если захочет нажмет на видео если она ему понравится то подпишется но сначала не в какой раз повторяюсь надо до зрителя добраться как я могу до него добраться через тех вот летсплей щеков которые сейчас на первых местах находятся то есть они тоже хорошие с него что там неплохие летсплей я говорю про себя что вот как мое видео может добраться до зрителей которым она нужна вот это первый вопрос который с вами хотел обсудить и просьба рекламировать меня пожалуйста рекламирует она вот у меня как раз следующим пунктом спасибо тем кто меня то есть есть определенные люди вообще которые очень конкретно меня рекламировали потратились на этой ну начнем с пользователя lg-телевизор у него интересный ник на youtube прикол в том что у меня вот телевизор стоит тоже lg только не считайте что это реклама lg потому что мне к сожалению никто за это не заплатил просто забавное совпадение так вот пользователь с ником lg-телевизор он даже потратил деньги чтобы рекламировать меня вконтакте и в гугле но мы с ним переписывались в личных сообщениях я как бы написал что не стоило это делать и вам не надо на меня какие-то деньги тратить все проще делается просто ссылки на меня ставьте он мне написал что это он не специально тратил у него там оставались какие-то средства от бывших рекламных компаний ему там по работе что-то там какие-то он сказал копейки оставались он их вывести оттуда не может и просто там сделал для меня рекламу поэтому если есть зрители которые перешли на мой канал вот с рекламы на вконтакте или в гугле то говорите спасибо пользователю lg-телевизор это именно благодаря нему ему произошло дальше я благодарен сайтам на которых обсуждается цивилизация циф fanatics точка ру цифру точка ком здесь я не путаю название в любом случае она в видео я дам надписи чтобы вы знали и стратегиум точка ру вот я там размещал свои видео я думаю что очень много моих подписчиков именно с этих сайтов пришло и я вам рекомендую если вы интересуетесь цивилизации не знали об этих форуме это форма больше это форма естественно рекомендую там зайти почитать то есть считаете что текстово обсуждаются стратегии и интересно принять в обсуждениях умных и знающих людей которые разбираются в цивилизациях и вот на этих сайтах мне циф фанатикс вообще мои видео на первую страницу своего сайта выносил даже не только по цивилизации но и по икс ком то есть люди так вот взаимно друг другу помогают то есть они видят им нравятся мои стратегии вот так меня как бы рекламируют в своем комьюнити ладно про игры в подарок и немножко позже поговорю интересная тема что мне в некоторых комментариях особенно в начале когда там еще не сформировалась какая-то публика у меня писали что мол у тебя дурацкий голос дурацкая манера говорить поменяйся немедленно и посмотри хорошие летсплей и делай как делают там не давали там ссылками на всякие понимаете тоже интересный такой вопрос зачем мне говорить и рассказывать таким же образом как это делают другие понимаете в этом и прелесть интернета вообще и прелесть вот современной информационной эры что каждый может для себя найти то что ему больше нравится меня вот еще критиковали что я делаю видео стратегии на цивилизацию а не текстовыми их составляем я говорил в ответ так вы сами вот возьмите мое видео сделайте из этого текст а лень но мне нравится делать видео мне просто проще реально записать видео и смонтировать его чем текстом это все оформлять столько же столько писать мне это ну просто печатать вырубает кто хочет смотрит видео кто не хочет читает текст кому не нравится мой голос находит другие летсплеи с другие с другой манерой изложения или вот я например сделал обзор по икском игре там почти 50 минут получилось и мне пишут в комментариях вопик как это как можно смотреть обзор 50 минут вон обзоры сделаны по 5 минут по 10 ну так замечательно так смотрите так вообще зачем вы пришли на мой обзор я не я не спорю что там тоже хороший обзор но это совершенно разные совершенно разные ниши я в своем обзоре рассказываю полный вот конкретно я даю информацию ну как бы более глубоко глубоко копают нити я делаю такое видео которое мне бы самому было интересно смотреть и слушать те обзорчики делают такое видео которое им было бы интересно смотреть и слушать потому что я вполне понимаю смотреть обзор кому-то 50 минут явно много почему нет поэтому есть обзоры на 5 минут. Но зачем мне делать обзор на 5 минут, если он уже сделан другими? Поэтому я делаю так, как мне нравится, потому что такого в интернете больше нету. Стараюсь делать по-другому, потому что, знаете, мне чего-то не хватало, и пришлось сделать это самому. Вот я делаю такие видео про стратегии по цивилизации, чего тоже не было. Хотя это, казалось бы, идея прямо на поверхности лежит. Зачем записывать летсплей по несколько часов, если можно сжато рассказать о стратегии уложиться в более короткий промежуток, и только самое мясо такое, самую мякоть из стратегии выбрать и рассказать? Оказывается, нет. Для меня почему-то никто этого не делал. Вот, кстати, даже специально выписал себе чье-то высказывание. Для того, чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть. Так что критикуйте, я вам буду вот в ответ такие видео делать, рассказывать. Дальше. Значит, первый мой вопрос. Вот вы, наверное, заметили, что у меня на канале, в принципе, был только один летсплей за все... Сколько у меня? 55 видео. За 55 видео у меня был только один летсплей по игре The Walking Dead. Ну, там, конечно, много серий было. И все. Теперь у меня вопрос к вам. То есть я вижу, что летсплей по The Walking Dead был не очень популярен, мягко говоря, по сравнению с количеством просмотров видео по цивилизации. The Walking Dead совсем немного смотрели. И поэтому вопрос первый. Делать ли мне летсплей на какие-либо еще игры? Вообще, стоит ли этим заниматься? Или сконцентрироваться вот на таких обзорах? Ну, вот, что я делаю на XCOM, там, инопланетянам отдельно по базе, что я делаю на цивилизацию? Как бы следующий подвопрос. Если все-таки делать летсплеи, то на какую игру дальше? Вообще, для вас, наверное, будет удивительным сейчас это услышать. Но я изначально задумывал свой канал для того, чтобы сделать летсплей по Ведьмаку. Хотя вот уже прошло три месяца, как мой канал, усиленно работает. И ни одного видео по Ведьмаку нету. Совершенно в другую сторону. А про цивилизацию я сделал. Вот первое видео, там, быстрое развитие до кавалерии. Чисто попробовать. Просто потренироваться. Вот мне захотелось про это рассказать. Я сделал видео. И там до этого еще про НБА делал. А по Ведьмаку не начинал, потому что я в это время дочитывал эту септологию из семи книг про Ведьмака, чтобы полностью быть в тиме. Я до этого уже играл и в первого, и в второго Ведьмака. Но вот решил сейчас все это прочитать. И, наконец, со знанием дела, знанием истории сделать... Причем не такой... Вот вы, кто видел The Walking Dead, они обращали внимание, что это не прямо вот летсплей, что я все, что записывал, то и оставлял. Я старался максимально вырезать ненужные там хождения, брожения по карте, какие-то ненужные разговоры и сделать, чтобы это смотрелось как сериал такой, как история, а не как игра. И вот по Ведьмаку я, собственно, точно так же планировал, то есть там вырезать мои лазаньи по инвентаре, например, или там разглядывание. Ну, то есть сделать как историю. Это просто такое отклонение. Так вот, если вы считаете, что мне все-таки стоит делать летсплей, то по какой игре? Варианты такие Ведьмак, Deus Ex Revolution, Assassin's Creed 2, а не 3, которые сейчас вышел, или Los Angeles Noir, LA Noir. Поясню, почему именно выбор из этих игр, а не из каких-то других. потому что я считаю, ну, я за авторское право. То есть я против пиратства, за авторское право. И я сейчас перечислил те игры, которые у меня есть в Стиме, которые куплены мной, официально есть в Стиме, и вот поэтому я могу на них делать летсплей. То есть я не буду скачивать какие-то игры с торрентов пиратские только для того, чтобы сделать летсплей, это точно. И именно поэтому, у меня там нету каких-то обзоров новых игр. Я вообще слоупока в этом плане, то есть тормоз, если можно так сказать. Я вообще не очень люблю разбираться с новыми играми, потому что все сейчас новые игры давненько уже выходят недоделанными. И вот до сих пор помню, не знаю, если у меня в зрителях читателей был такой журнал Game Exe, и там один из авторов, Олег Хожинский, написал в свое время очень хорошую статью про то, что в игры надо играть через полгода после их выпуска. И так оно и есть. Я вот, например, Ведьмака, я вспоминаю, что Ведьмака я купил, и он у меня лежал долго-долго, пока не вышел Second Edition, более с крутым видео, когда все там уже было вылизано, все сделано. И я спокойно в него поиграл, мне очень понравилось, хотя я помню, что на форумах там в начале плевались, сколько там багов и так далее. У меня вообще без проблем все было замечательно. И все это касается и всех других игр. Они как раз через полгода становятся вылизанными, у них все хорошо. Вот та же Цивилизация, например, там столько патчей выходит. Поэтому вот я не люблю новыми играми заниматься. Поэтому вот такие перечисляю старые. Во-первых, во-вторых, что я не скачиваю с торрентов игры. Что у меня куплено, о том я и рассказываю. Так что отвечайте, опять же, в комментариях, какие из перечисленных игр, одно или два, вам бы хотелось увидеть в летсплей. Теперь еще одна благодарность, но я, к сожалению, не знаю, кому ее адресовать. Дело в том, что у меня один человек, парень, чувак, подарил в Стиме Доту 2. Причем он мне написал за твои классные видео про цивилизацию и подарил вторую Доту. Я, дурак, не записал его никнейм, потому что я был уверен, что Стим хранит историю подарков. И да, Стим хранит историю подарков. Но дело в том, что он там не пишет от кого подарок. Он просто пишет, что вот это подарок и все. Я не знаю, я уже забыл, к сожалению, я внимательно просмотрел своих друзей в Стиме и, блин, и не вспомнил. Поэтому я прошу прощения у этого человека. Пожалуйста, если возможно, напиши мне в Стиме, что это ты, и я в это видео, которое я сейчас записываю, я добавлю там строчку «Благодарность тебе», «Твой ник». И вот он мне подарил Доту 2. Дело в том, что я в Доту вообще никогда не играл вообще в принципе. Ни в первую, ни в вторую, вообще ни в каком виде. Я так смутно представляю себе, что это такое, но у меня такое впечатление как бы об игре сложилось со стороны, что это рассадник школьников, матерящихся школьников без башни абсолютно, и у меня никакого желания в нее играть нет. Но с другой стороны, такая, знаете, какая-то совесть проснулась. Вот человек мне подарил Доту, наверное, ну, надо что-то сделать. И у меня появилась одна идейка по этому поводу. Не буду раскрывать всех карт уже когда сделаю видео, посмотрим, как пойдет. Ну, это такое развлекательное что-то. Так что, ждите, про вторую Доту будут видео. И я вообще начал говорить про то, что если вы хотите от меня какое-то видео про игру, которую я сейчас не описывал, то, видимо, только если в подарок мне ее делать. Потому что покупать я явно буду только те игры, которые мне нравятся. Это очень узкий спектр. Но, с другой стороны, опять же, как-то сказать, не рекомендую мне дарить игры, потому что я вот не могу обещать, что я буду ими заниматься. То есть у меня, в принципе, у самого достаточно денег покупать игры. Не бедствую. Пока. Клянчить у вас игры мне в подарок я абсолютно не хочу. Просто вот я вам рассказываю, что такое бывает. Да, следующий вопрос по поводу развития канала. У меня есть идея делать каждое воскресенье новостное видео про события в игровом мире. Небольшое, там 4-5 минут, предварительное название «Воскресный Леша». Ну и вопрос банальный. Интересно ли вам будет смотреть новостное видео о событиях игровой недели в мире, в России, в разработке, вышедших играх и так далее. Отвечайте и я посмотрю ваши ответы и тогда решу делать мне или нет. Следующее. Меня спрашивали, почему я не делаю стримы на игру. Ну, я вообще как бы считаю, что долго смотреть на игру в цивилизацию неинтересно. То есть надо это монтировать в более короткие видео, ну и в прямом эфире, тем более стрим, просто может кто не знает, стрим это вот я играю в цивилизацию и сразу же на это идет видео в мой канал и показывает мою вот эту игру как бы в прямом эфире. Потом я подумал, что ну может быть стоит сделать стрим, может быть стоит попробовать, но тут я вспомнил, что я живу в Беларуси, если кто не в курсе. Я живу в Беларуси и тут у нас интересная фигня в плане интернета. То есть входящий интернет довольно, вот у меня входящий интернет 6 мегабит, все классно, но исходящий на всех тарифах 512 килобит. Ну это чтобы проще вам было 60 килобайт в секунду. И больше, и скоростнее никаких тарифов нету. И поэтому например у меня вот последнее видео для примера. Час идет, час, весит чуть больше гигабайта и закачивалось оно у меня 5 часов на максимальной скорости в 60 килобайт и так далее. То есть чтобы мне показывать вам часовое видео, мне надо уменьшить его разрешение в 5 раз, чтобы оно в стриме нормально шло. Я даже не беру во внимание звук. Никто не будет смотреть видео в стриме с разрешением 320 на 240 точек. Я вам просто чисто технически не могу показать стрим. Спасибо белорусскому интернету. То есть я даже никакие тарифы не могу перейти. Это без вариантов. Поэтому, к сожалению, стримов не будет. Следующий важный вопрос, который меня задолбал, честно говоря, я это уже считаю неуважением к себе. Находятся люди, которые мне вопросы по цивилизации задают в личные сообщения вконтакте, в стиме, на ютюбе тоже пишут. То есть вначале это нормально было, когда там было 100-200 подписчиков, один человек в неделю такой находился. Ну, а почему не пообщаться? Но сейчас их много и я как бы вообще не понимаю, почему человек думает, что я должен ему лично отвечать на вопрос. Задавайте в комментариях к видео. Тут даже дело не в том, что для вас одного я отвлекусь от чего-то, а в том, что вы, задав вопрос в комментариях и я на него ответив, мы поможем и другим людям, которые увидят этот комментарий, которые хотят этот задать вопрос. И они уже не будут этот вопрос задавать. А так, получается, я для вас такая служба поддержки по цивилизации внезапно. Ну, и по XCOM, кстати, тоже было, что я так на цивилизации только зациклился. Один вообще человек в стиме так это удивило. То есть он мне там задает какой-то странный вопрос, что-то про ачивку было. Я на него не отвечаю, потому что у меня тут дела. Вы знаете, я... То есть запись видео это не моя основная деятельность. Если вы этого не знали, то есть я работаю, у меня тут вообще семья есть. И он, не получив ответа где-то минут через 15, начинает мне в стиме звонить. Вы знаете, оказалось, что в стиме звонить можно друг другу. Я думаю, сижу, думаю, что это у меня за звуки какие-то странные от компьютера. А человек мне звонит настойчиво, требуя, чтобы я ответил на его вопрос. Ну, я это к тому, что я вас очень прошу в личку мне писать только по действительно важным, касающихся лично, личных вопросов. То есть там, ну, в стиме понятно, типа, давай сыграем партейку. Это нормальный вопрос для личного сообщения. А вот спрашивать, как какую-то ачивку получить, как мне классно развиваться, извините, но это вы, получается, не уважаете мое время. Видите, я уже переворачиваю листик. То есть одна сторона листика закончилась. Вот вы сейчас смотрите такое видео, обращение к подписчикам, но я планирую такие видео иногда делать. Не часто, не часто, может, следующее сделаю, когда будет тысяча подписчиков. Ну, в принципе, хочу делать такой видеоподкаст о всяких вопросах. И вот вопрос следующий. О чем говорить в следующем видео? Первое. Об авторском праве и надо ли покупать игры. то есть, как видите, я могу долго об этом говорить, я знаю, знаю и уверен, что у меня много в подписчиках тех людей, которые за пиратский контент, вот можем с вами поспорить. Второе. О современном игропроме. И третье. О летсплеях и ютюбе. Вот выбирайте из этих трех вариантов, о чем бы вы хотели услышать в следующем видео. Ну и последнее. Хочу поблагодарить моих подписчиков и зрителей. Я вот посмотрел статистику канала и очень удивился. Меня она порадовала, знаете, чем? Аудиторией людей. Ну вот, сейчас вы все поймете. Оказалось, что среди моих подписчиков людей от, даже не подписчиков, а вообще всех, кто смотрел мое видео, людей от 13 до 17 лет 18,5%. Людей от 18 до 24 лет 17%. Значит, вообще всего зрителей до 25 лет 35,5%, а старше 65%, понимаете? И меня радует, что получается мое видео интересно моим ровесникам и даже людям, которые старше меня. И я считаю это для себя очень важным достижением. То есть меня смотрят умные и уже чего-то добившиеся люди, которые ценят свое время. И мне приятно, что они тратят свое время на просмотр моих видео. Так что большое вам спасибо. Буду стараться и дальше делать интересные для вас видео, чтобы не зря тратить ваше время. на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Подписывайтесь и играйте в умные игры. Халецкого. Халецкого.